Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Волкова, врач-акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по женскому здоровью. Мы с вами в предыдущих роликах говорили о явных симптомах менопаузы, о симптомах, которые можно пропустить, о звоночках менопаузы. А сегодня будем говорить о том, можно ли обойтись без гормональной терапии в климаксе. На самом деле многие боятся слова гормоны, а нужно их принимать или не нужно. Я хочу развеять мифы, рассказать о том, как это выглядит на самом деле, потому что прием гормонов в менопаузе, это всего лишь способ компенсировать дефицит эстрогенов. Дефицит тех гормонов, которые у вас не вырабатываются, которые закончили вырабатываться. А вот нужно ли это делать или вообще что-то замещать нужно или не нужно, это совсем другой вопрос. Безопасно ли это лично для вас? Вот это важно, это самый главный вопрос. Например, если женщина не настроена на прием гормонов или они, например, ей противопоказаны, это не означает, что она делает что-то неправильно. Это означает, что ей нужен просто другой выход, ей нужны другие предложения, другие алгоритмы. Знаете, скольким женщинам я отменяю гормоны? Когда ко мне приходят за консультацией с назначенной уже гормональной терапией? Очень многим женщинам, потому что я сомневаюсь в ее безопасности, потому что я сомневаюсь в адекватности ее назначения, в дозах, в том, нужны они ей, безопасны ли они для нее. Поэтому здесь не нужно бояться, здесь нужно разбираться. Обойтись без гормональной терапии действительно можно. Я расскажу вам относительно гормональной терапии в менопаузе очень важные вещи, очень важные пункты. Возможно, они вам помогут принять решение. В каждом периоде жизни женщины используется определенная доза гормонов, в каждом периоде менопаузы мы имеем в виду. То есть, когда климакс начинается, мы используем достаточно привычные для организма дозы гормонов. Начинать МГТ нужно с хорошей дозы гормонов для того, чтобы наши рецепторы, которые привыкли в течение ближайших лет к определенной дозе, ее получили. Чтобы они получили те влияния, которые нужны для того, чтобы не было приливов, для того, чтобы сохранить плотность костной ткани, для того, чтобы сохранить обмен, для того, чтобы защитить вас от сердечно-сосудистых заболеваний. Я назначаю в этом периоде хорошие дозы от 1 до 2 мг эстрадиола. Это означает, что мы покрываем все проблемы, которые могут возникнуть в случае дефицита эстрогенов. Со временем, конечно, подбираем другие варианты. Чем дольше срок менопаузы, чем дольше женщина живет в климаксе, тем меньше и гормонов надо. И когда приходят женщины спустя 3-4 года, принимающие высокие дозы эстрогенов, за них становится страшно. А зачем столько? Да еще и сверху андрогенов помажут, да еще и сверху соматотропный гормон применят. Становится страшно. Зачем вот этот весь безумный коктейль? Не нужно этого делать. Мы начинаем с адекватных доз, мы профилактируем состояние, а потом идем дальше на снижение. Дальше. Следующий пункт. Главное, если вы хотите принимать менопаузальную терапию, нам нужно обследоваться перед началом. Вот это супер важный пункт. Потому что, когда недооцененными остаются процессы, связанные с выведением этих эстрогенов, процессы, связанные с сопутствующими заболеваниями, становится страшно, что дальше с женщиной будет на фоне приема гормонов. А не получим ли мы какие-то осложнения? Например, обращайтесь за консультацией женщины, у которой есть синдром Жильбера. Синдром Жильбера это генетически обусловленное состояние, заболевание, скажем, особенность, которая связана с тем, что у нас идет нарушение обмена билирубина. Билирубин это желчный пигмент. Соответственно, уровень билирубина при синдроме Жильбера всегда будет высоким. Соответственно, организм достаточно сложно утилизирует этот желчный пигмент, утилизирует билирубин. Синдром Жильбера не является противопоказанием для назначения менопаузальной терапии. Это лишь особенность, которая дальше предусматривает контроль за обменом билирубина, контроль за биохимическим анализом крови, для того, чтобы контролировать выведение эстрогенов, которые мы принимаем. Если не контролировать этот процесс, соответственно, эстрогены могут накапливаться. Хотя это не противопоказание. Женщина может жить долго и счастливо. Поэтому, если мы не обследованы перед приемом менопаузальной терапии, у нас есть риски. Поэтому обязательно составляем план обследования при приеме менопаузальной терапии через 3-6 месяцев после начала. Следующее, что важно знать. Нельзя назначать менопаузальную терапию и женщину отпустить свободное плавание. Знаете, как бывает? Назначили гормональную терапию и сказали, придете через год, или если что-то у вас пойдет не так, или если что-то вас будет беспокоить. А как женщина может понять, что ее беспокоят какие-то симптомы, связанные с гормональной терапией? Например, симптомы того, что гормональная терапия требует коррекции, или симптомы того, что есть нарушение выведения эстрогенов, это боли в молочных железах, это отечность, это, возможно, прибавка массы тела, один из вариантов, это тахикардия, это проблемы тревожности, потливости, вегетативные симптомы. Что-то идет не так, значит, нужно идти к доктору. А кто бы женщину научил, что эти симптомы могут быть связаны с менопаузальной терапией и с тем, что нужны коррективы в этом отношении. Дальше. Многим известно, что гормональная терапия это всегда необходимость риска тромбозов. Если у вас или у ваших близких родственников были инфаркты, инсульты, если были сосудистые заболевания, серьезные тромбозы, например, до 50 лет, если у вас или у вашей мамы, у ваших родственников по женской линии были многочисленные выкидыши, потери беременности на поздних сроках, если были преждевременные роды, если были кровотечения в родах, если была преклампсия, и высокоартериальное давление в беременность, это означает, что у вас могут быть риски, связанные с нарушением свертываемости крови, то есть риски тромбозов в вашем случае могут быть выше. Они обусловлены, возможно, генетически. Так вот, если у вас есть такой анамнез, попросите врача дать вам направление на генетическое исследование. Там нужно посмотреть всего два гена. Генов 2 и F5 для того, чтобы оценить ваши риски. Высокие они или как у всех, на фоне приема менопаузальной терапии. Если мы эти риски не оценили, мы тоже должны подумать, и безопасно ли будет назначение заместительной гормональной терапии, если у женщины был вот такой вот анамнез. Поэтому не стоит в возрасте 40+, при любом нарушении менструального цикла, сразу кидаться за гормональной терапией. Сразу кидаться на МГТ. Мы еще можем без этого, во-первых, обойтись. Мы можем наши ячейки подтянуть, мы можем дать им силы на то, чтобы реализовать оставшиеся ресурсы. Вот это здорово бы было. И если мы все-таки хотим принимать менопаузальную терапию, то мы должны с вами оценить риски. И риски тромбозов, и обстоятельства, связанные с сопутствующими заболеваниями. Должны оценить необходимость сейчас назначать гормональную терапию и применение высоких доз. Потому что когда мы используем высокие дозы, 3, 4, 5 грамм эстрогенов, и такие женщины мне встречались, это страшно. Это страшно. Не нужно этого делать, особенно в комбинациях. Это требует всегда обсуждения с вашим лечащим врачом и поиска безопасного алгоритма, который в конкретно вашем случае решит имеющиеся проблемы и не нанесет вреда. Если вам нужен разбор вашей ситуации, если вам нужен индивидуальный алгоритм действия, решить вопрос, нужно принимать гормоны или не нужно, возможно, вы хотите построить алгоритм альтернативный в менопаузе, давайте будем разбираться. Мои координаты есть под любым роликом, под любым эфиром, можно написать и договориться о взаимодействии. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok